И снова здравствуйте, всем привет! Итак, давайте в этом ролике сделаем саквояж к доктору, да? Потом, значит, в конце будет, как делался этот доктор на ускоренном, и в середине посмотрим, значит, как сделать рик для саквояжа и прикрепить к анимации, значит, доктора. Погнали! Так, сначала нам понадобится реф, текстуры, импорт, давайте референс какой-нибудь, я тут вот скачал с интернета. Выберем, подключим. Так, вот такой будем делать саквояж. Я думаю, само то. Так, теперь Z, Z закроем, добавим примитив. Примитив будет у нас, давайте, куб. Вытянем куб. Edit, Make Polymesh, сделаем его активным. Теперь, что нам понадобится? Нам понадобится сделать ему Dynamesh. Так, Dynamesh. Сейчас будет много полигонов, зря я это дело прибавил. Так, ну ладно. Так, Flip Low ставим. Это дело, значит, сузим, как нам надо. А лучше, наверное, знаете, как сделаем? Сразу, чтоб не мается, сделаем Ctrl D, Ctrl D. Сразу его закруглим. Delo удалим Divide. Теперь, значит, все это дело с плюснем. Где-то такой он должен быть. И теперь вот только сделаем Dynamesh. Так, саквояж у нас есть, но это вот где-то пошире его сделаем. Теперь, что я хочу сделать. Shift Z, как он тут устроен? Значит, тут у нас вмятина, тут у нас две полоски. Да? Так, Shift Z. Давайте сделаем две полоски. Это добавим Append. Добавим, значит, наш опять еще один куб. На него переключимся. Значит, так, теперь с помощью Moff поднимем вот эту штуку. Сделаем ей Skyl поменьше. И, значит, так все это дело растянем. Сделаем это дело побольше. Так, теперь нам нужно, чтобы саквояж был открыт. Потому что я хочу сделать, значит, рик для открывающегося саквояжа. Так, Shift Z, что тут? Ага. Так, переходим. Подставим его на одну сторону. Вот сюда. Вот таким вот образом. Теперь. Делаем у мира. Модифитопол мира. Делаем Ctrl B. Сразу сглаживаем. Так, саквояж есть. Теперь у нас получается вмятины и ручка, да? Ручка идет на одну сторону и два замка. Ну, я замки, не знаю, делать, не делать. Так, наверное, не будем делать. Давайте выберем нашу сумку. И теперь сделаем, выберем, значит, что у нас тут есть. Так, это не надо Shift Alt, а Ctrl Shift. Выбираем, значит, круглую нашу резку. И вот так это все делаем. Так, ага, не так, да? Shift Z. В принципе, что, правильно. Так, а где она тут? Вот это, наверное. А ну-ка. Не хочет, да? Давайте тогда вот это вот, лосо. Так. Пойдет. Делаем мира. Теперь, что нам понадобится? Надо сделать пустоту. Потом все это сейчас сгладим, конечно. Делаем Ctrl. Так. Ctrl левая кнопка мыши Dynamoge. Делаем дубликат. Ставим на прозрачность. Теперь, значит, все это дело уменьшаем. Поднимаем, чтобы стенки не были тонкие. Так. Теперь, что еще можно сделать? Плюснем по бокам. Как-то так, да? Так. И сделаем вот такую штуку. Так. Ctrl. Выберем. Так. Давайте вот эту штукенцию, да? Замаскируем Ctrl. И теперь, значит, мы ее скажу с ним в предел. Ну, так, заострим, да? И теперь вот эту вот заостренную, мы ее просто тупо растянем. И поднимем кверху. Вот так. Делаем Dynamesh. Всему этому делу, да? Так. Dynamesh. И теперь, заходим в Subdivide, ставим, так, маска снята. Ставим на вычитание. На верхней переключаемся Subtool. Делаем Merge, Merge Down, OK. Объединяем. И Ctrl снимаем маску. Получается у нас вот такая хреновенькая, да? Ну, сумка. Теперь, что нам нужно сделать? Давайте чуть-чуть ее поднадуем. Так. Так, деформация InPlat. Чуть-чуть надуем, сделаем маску, снимем. Так. Это у нас получается, что должно быть. Modify Topology Mirror. Потом мы это все дело, значит, маскируем вот эту середину. Так. Снимаем выделение сверху. Ctrl Alt. И делаем Ctrl I. И, значит, что это дело чуть-чуть взминаем, да? Так, вот получился такой вот у нас акваяж. Так, теперь прозрачность можно отключить, переключиться на наши вот эти запчасти. Мы их чуть-чуть опускаем, делаем пониже. И, значит, делаем теперь DeLow, им и, значит, мир. Так, все, отзеркали. Так, теперь переключаемся на наш акваяж. Через Alt левая кнопка мыши. Ctrl Z. Так, не понял, что она тут рисует. А, ну-ка, Ctrl. Так, Ctrl Z. Что-то я тут Ctrl напортачил, да? Вот. Так, один сих. Какая-то хрень стоит. О, все, нашлась. Слава тебе. Так, теперь Shift рисует почему-то через Shift. Не должна. Какая-то хренатень у меня тут. Что-то нажал я. Черт ногу сломит. А ну-ка, если вот эту кисточку переключиться на какую-нибудь другую, все равно рисует. Все равно рисует. Ну, мать-те ее. Значит, что делаем? импорт, экспорт, куб. И, значит, экспорт, куб. Так, заново перезагрузил, значит, импорт, рабочий стол. Так, открыть. Делаем теперь дубликат. Делаем теперь дубликат. И на этот дубликат, значит, импорт. Еще один куб. Так. Вытягиваем. Edit. Make Polymesh. Опа. Так, зачем я это делал? Ну, ладно, дубликат. Что-то я затупил, да? Так, сумка есть. Теперь Shift. Это дело выглаживаем. С двух сторон. Делаем потоньше. Тут все нормальненько, да? Теперь текстура, значит, импорт. И опять наш саквояж. Текстуру опять же подключаем. Смотрим. Так, здесь она вот вся мятая, да? Угу. Так, и ручка идет. Так, ну ладно. Давайте добавим ручку, а потом уже будем думать, как это все дело помять. Так. А ну-ка, у нас готовых ручек нету. Так, тут траки. Ну вот какая-то фигня. Давайте, давайте сделаем дубликат. Вытянем. Опа. Ctrl Z. Вот она, наша ручка. Пойдет. Так, теперь тут можно какие-нибудь переходники поискать. А ну-ка, если на замках. Ну, в принципе, что-то ж можно выбрать, правильно? Сейчас светодиод, они какие-то замки. Давайте их тоже вытащим. Так, они рисуют куглой. Не хочу отделять их потом. Другую штуку найдем. Вот она, а ну-ка. Пойдет, да? Так, Ctrl Z. Делаем Ctrl W. Так, теперь делаем дубликат. На первый дубликат вот эту запчасть возьмем. Сделаем ей геометрией. Так. Тут. Тут. Вот она. Геометрией делаем в Dell Hidden. Потом, значит, находим нашу вот эту ручку. Нажимаем на ручку и тоже делаем геометрией делхидом. Так, здесь переключаемся на кисточку стандарт, пускай будет. Теперь, что у нас получается? У нас есть ручка, которую мы с помощью транспоза сейчас все это дело перекрутим и куда-нибудь подставим. Тенденция. Альт, левая кнопка мыши, можно переносить вот эту, наш транспоз. Так. Где-то поставим на середину. Как-то так. Выберем вторую запчасть. Перекупки. Подождите. Геометрия делхидом. Обязательно. Так, теперь перекручиваем эту запчасть, подгоняем к нашей вот этой затычке и сделаем ей сплющивание. Так. Сделаем ей еще сплющивание. Опустим. Так, теперь еще сплющивание. Приподнимем. Чуть-чуть растянем. Так, да, где-то получается такая сняга. Так, теперь мы ее еще чуть-чуть сплющим и получается, что насколько она нам тут поможет. Так, да. Так. Тогда выбираем ручку, засаживаем ее вот сюда. Делаем дайномеш. Так. Дайномеш, да. И вот такую вот стуку сделаем. Так. Ctrl Z. Ctrl D. Ctrl D. D. Lour. И теперь маска. Делаем Ctrl I. И уведем ее немножко. Значит, вглубь. Вот так вот. Так. Теперь снимаем маску. Выбираем еще вот эту запчасть. Делаем Ctrl I. И уведем ее тоже вглубь. Делаем так. Ctrl Z. Добавим, значит, дивайдов. А то что-то она хреновастенько делается. Так. Все это дело мы выгладим. Не без этого. Так. И, значит, нашу ручку еще немножко уведем вглубь. Так, да. Тогда выберем вот эту вот запчасть через Alt. Не хочет, да. И панель вот так тогда ее выберем. Сделаем МОВКОПОЛОДЖИМ. Вот так. И ту заднюю часть тоже. Так, а ну-ка, Ctrl Z. Что-то по группам распадается, да? А ну-ка. Ctrl D, D, LOW. И побольше тогда поставим дивайдов. Делаем DYNAMES. Так, ну это будет... Так, что такое? Ctrl N. Что-то у меня сегодня хорошо глючит. Значит, вебра. Так, замок есть. Так, теперь ручка. Ну, тоньше уже, в принципе, и некуда, да? Тоньше уже, как говорится, и некуда. Ну, как-то так вот сделаем. Просто для приколюхи, да? Вроде бы так она нормально смотрится. Вроде бы, как бы. Ну, что-то надо добавить. Так, и тогда делаем Ctrl, перетягиваем ее в эту сторону. Можно, конечно, отзеркалить было, но... Мать-те я. Так, и значит, чуть-чуть, чтобы вот эту вот штуку было видно. Так. Теперь сузим немножко, вот эти вот наши, значит, защелки. Так, вот, и чуть-чуть повыше поднимем. Как бы так бы, да? Теперь ручка вроде бы есть. Так, тут будет замок. И, значит, как бы это лучше все сделать? А ну-ка. Это значит, все вмятое должно быть. Это вмятое. Ну, вмять уже, наверное... А, еще этот надо добавить. Сейчас, погодите. Какой-нибудь замок. Так, а что у нас тут на замок похоже? В принципе, он и нафиг не нужен этот замок. Хрень какая-то будет. Ладно, не надо. Так, идет вот саквояж, все нормально. Так, теперь что? Вот эту штуку выбираем, выглазываем. Теперь мы ее, значит, мофт оположи немножко значит скукожим. Тут я понял, красота нам не понадобится. Так, как бы, вот так бы, да? Так, тут ее вмятину делаем. Потом она закроется, должна будет смотреться нормально. сейчас. Продолжение следует... Ну, что-то получается в таком духе, да? Так, пойдёт пустотелая, всё. Теперь давайте её покрасим. Выбираем Shift Z текстуру. Текстуру, значит, сейчас на пространство, на прозрачность. Так, уменьшаем Z. Так, теперь Z перекрутим чуть-чуть, как-нибудь. Вот так вот, да? Уменьшим. Подставим. И, значит, теперь кисточка стандарт, RGB. Так, X-симметрия. Материал, значит, белый. Так. Z делаем побольше. Так, Shift Z, перекручиваем Z. Подставляем, смотрим, что у нас может здесь побыть. Вон, нормально выходит. И вот эту кромку тоже перекроем. Раз, так. Спасибо. 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 Таким переходом, переливом пойдет. Так что у нас тут по низу тоже давайте немножко низ как нибудь подтик режим Z чуть-чуть низ на почернее сделать ну пойдет меня в принципе для экспериментов это устроит теперь что у нас получается вот эти полоски делаем динамес так подставляем наш вот этот рисунок даже можно нарисовать вот это все хорошо Теперь нужно с этой разобраться. С этой разобраться. Так, пойдет, будет с этой стороны, что у нас? Крючка. 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 Так, ци английская, тут тоже покрасим. А ну-ка, Z. И теперь ручка сам оттуда. Крючка. Ручка. Так, есть такое дело. И теперь C английская чуть-чуть где-то цвету тут дадим. Так, пойдет. Так, теперь тут немножко подкрасим. Так, интенсивность поменьше. И чуть-чуть размоем. Чтоб не так блестело. Переключаемся на сумку. Сумка. И что у нас тут с сумкой? Немножко, значит, так. Размоем, размоем голову. Так, вот такие края тоже не забывать надо. А ну-ка, C. Alt, левая кнопка мыши, тут уже можно побольше. Так. Так, и здесь надо добавить какую-нибудь штукенцию. Я добавлю просто цилиндр. Делаем тут у меня Append. Цилиндр. Alt, левая кнопка мыши, выбираем цилиндр. Перекрутим. Подгоним. Перекрутим. Скайл уменьшим. Растянем. Подставим. Переведем под нашу вот эту отверстию. Делаем скайл. И чуть-чуть вот так как эту клепку поставим, короче. Так, раз. Делаем всему этому делу сразу Dynames. Ну, пускай так неказисто, да. И теперь Ctrl просто передвигаем на другую сторону. Так, покрасим их каким-нибудь серебристым цветом. Или выберем, давайте, знаете, какой цвет. Вот чуть потемнее, да. Так, ну, вроде бы, что. Пойдет. Там где-то что-то подтянем, где-то что-то убавим. Можно выбрать вот эту сумку и попробовать, а ну-ка, если мира сделать. Ну, пойдет, да. Пойдем. Так, значит, это мир. И, значит, что делаем? Все это дело попробуем объединить. Так, сохраню сейчас файл save as. Так, вояж. Можно, конечно, было его по качеству не получше сделать. А ну-ка, все в Z. Главное, чтобы края потом тут все, значит, закрылись. Вот эти края, они должны соединиться, а это да, оставаться внизу. Так и сделаем. Так. Merge. Merge. Объединяем. Merge down. Always. Теперь делаем геометрию. Делаем всему этому делу повышенную динамес. Ух ты! Не настолько, конечно, повышенную. Вот, 700 нормально. Так. Смотрим, чтобы все тут объединилось. Ну, все, вроде бы все склеилось, да. Теперь делаем дубликат. На дубликат делаем геометрии ZRMS, но без симметрии. Legation и поменьше, значит. Почему без симметрии? Потому что при симметрии ручка окажется с другой стороны. Ручку-то нужно будет делать отдельно. Ну, а без симметрии она просто будет, сетка не симметричная. И, в принципе, кто на нее там будет смотреть. Так, две тысячи полигонов меня устраивает. Делаем ctrl-d, ctrl-d, ctrl-d. Делаем projectile. Да. Бац, бац. Теперь отключаем нижний sub-tool. Заходим в плагины UVMasters. Rost on clone on wrap. Делаем the плагины. Делаем копии. Делаем подсветку. Делаем привязку. Значит, текстуры. Текстура. Крит. New from polypane. Клон. Текстура. Заходим. Переворачиваем, чтобы она в блендер нормально отображалась. Экспортируем ее в формате png, чтобы она меньше весила. Так. Ну, в принципе, все. Теперь, не знаю, таких деталей нет. Ну, давайте, на всякий случай, сделаем normal map. Крит. Клон. Текстура. Эту переворачивать не надо уже. Так. Это, опять же, png. Сохраняем. Ну, для мульта пойдет. Простенький такой саквояж. Так. Теперь, значит, диаметры делаем. The low. Удаляем. Дивайды. Делаем экспорт. И пишем саквояж. Можно было и переписать, значит, текстуры. Ну, не суть вопроса. Ну, давайте теперь в блендер зайдем. Итак, значит, блендер. Так. У меня тут каемка будет. Ну, прикольно. Не буду переключать, значит, ролик на запись. Так. Что у нас получается? Мы сюда, в ObjectMod импортируем наш вот эту OBS в сумку. Так, 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 так. Так. Не ту импортировал. Так. Импорт. Оп. Это саквояж. Правильно. Вот он. Делаем ему S. Ну, что, неплохо смотрится. По-простенькому. Так, без наворотов. Можно было, конечно, заморочиться гаек там побольше. сделать там всякой штуки. Ну, для нашего персонажа он сам простенький. И сумка должна у него шиздец какая быть простая. Так. Тройка на нампаде. Делаем S. Давайте примерим сразу по руке. Я думаю, побольше ее нужно сделать. Все-таки там всякой штукенции у него будет. Так. Теперь выбираем кости. Заходим в Edit Mode. Ставим и опор дисплей in front. Вытягиваем E косточку. Alt P Clear Parent. Иначе G. Так. С ней он будет просто ходить. Да? Значит, что делаем? Если доставать что-то будет, там можно что-то загнуть, завернуть. Не вопрос. Переделать потом. Так. У нас будет ручка. Ручка будет у нас тройка на нампаде. Это у нас как бы рубкость. Да? Так. Мы ее подставляем. Это будет главная у нас стукенка. Так. Теперь нужно, чтобы эта штука, значит, закрылась. будет. Значит, буду делать по примитиву. Значит, вытаскиваем E косточку. Alt P. Она соединена. Молодец. Ставим ее. Так. Давайте ее тогда, тройка на нампаде. Давайте я вам включу еще screen cascade. И тут вопрос. Вот чтоб низ не тянуло, и как это дело будет обстоять? Да? Так она закроет только верхнюю часть. И, значит, следующую часть мы не сможем корректировать. Ну, давайте по примитиву. Да? Сумка есть сумка. Это вам не лесопед. Ставим прям на низ. Делаем G. G. E. E. Вот так вот будет. Э. Угу. Тогда. Вот эту косточку вяжем к этой кости. Ctrl P. Теперь выбираем вот эту, вот эти две, три кости. Эдиницы нампаде. Делаем Shift D. И переведем просто на эту сторону. Так. Так. Смотрим, чтобы она попала полностью на наши вот эти, как, направляющие. Так. И это тоже будет привязано к этой кости, к круткости. Так. Открываться они будут за вот эти две косточки. И вот эти, значит, кости можно еще поделить. Допустим. Да? Уж это широко они будут открываться. Давайте их отсабдивайдим. И тогда, получается, вот эти кости, вот эти две кости, тоже сделаем subdivide. Значит, так, это пусть так открывается. Так. Так. Короче, сейчас, если что-то, мы их поотвяжем, если вдруг какой-то казус пойдет. Так. Это сюда. И, в принципе, должна открываться. Так. Так. Заходим в Object Mode. Выбираем нашу сумку. Выбираем наши кости. Делаем Ctrl-P. White Automatic Widget. Выбираем наши кости. Заходим в Post Mode. Смотрим. G. Раквояж переносится. И смотрим, как они будут открываться. Допустим. Да? R. R. Так. Вот это уже, получается, ручка, ручка у нас должна быть не рут, костью. Так. Ладно. Сейчас перевяжем. Заходим в Object Mode. Эту ручку вяжем с нижней косточки к одной Ctrl-P и полсет. А эту кость тогда вяжем к одной кости. Будет вот эта рут-кость. Ctrl-P и полсет. Так. Есть такое дело. Object Mode. И перевяжем все наоборот. Ctrl-P и white Automatic. Выбираем. Так. Тогда будем работать с какой косточкой? Вот с этой. Так. Post Mode. Вот с этой косточкой это будет у нас теперь рут-кость. Так. А эти кости теперь будут, а ну-ка, как будут открываться? R. О. Не понял. А. Не к этой кости. Да что ж я. Сегодня подступляю вот эту кость к этой кости. Ctrl-P и полсет. Так. Post Mode. А ну-ка. R. Все. Вот теперь она открывается. Если вам сумку будет открывать, будет вот такая штука. Угу. Так, 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 так. Здесь вот хорошо прям открывается, да? А здесь уже она, получается, перекручивается. Это получается R. Что-то мягкая будет сумка. И открывать то он ее будет, когда там один раз с запчастками. Поправить в принципе никогда не поздно, да? И получается, если вот эта вот штука R, а вот что, она вводит полностью вот эту часть, да? Ладно. Сейчас попробуем другой момент. Alt. 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 R. Заходим в Edit Mode. И попробуем, если мы вот эти кости удалим две кости. Delete. Boom. А эти две косточки мы тут и оставим, чтобы они держали форму. Тогда, если мы будем открывать, они будут держать форму, как и вот эти кости. Получается, эту кость вяжем к этой кости. Ctrl-P. Типовсет. А эту кость можно привязать к этой кости. А можно все к рут кости. Без разницы, к чему их короче вязать. Заходим. Находим Object Mode. Перевязываем наш рид. Ctrl-P. Так. Ctrl-P. Flight Automate Widget. Выбираем наши кости. Заходим в Post Mode. И смотрим, насколько хреново будет, да? О, ну так получше будет. Тут можно и кверху поднимать, растягивать. В принципе, все. Вот так я и оставлю. Ctrl-Z. Ctrl-Z. Так. Ну, теперь нужно их закрыть. А чтобы их закрыть, нужно заменить кости. Вот эти. Значит, все вот эти вот кости. За исключением рут кости. Я сделаю финджерами. Так. Это будет M-Panel. Находим Rig Tool. Находим финджеры. Крит. Ну, в принципе, вот это меня устроит. Так. Находим бонгруппу. Выберем какую-нибудь группу. Так. Это слишком будет. Тогда плюс свою добавим. И добавим фиолетовую. Так. А вот эти тогда сделаем плюс. Пусть будет желтый. Ну, чтобы видеть, да? А это будет у нас рут кость. Рут кость будет у нас пускай кубом. Выбираем панельку боковую. Уменьшаем. Чуть-чуть ее подкорректируем. И сделаем ее управляшкой. Управляшка пусть будет красная. Так. Все. Теперь мы понимаем, что это вот куб. Это G. Управляшка. Так. Эти вот штуки можно заменить на стрелки. А ну-ка, давайте. стрелка. Дэнс. Девяносто. По какой же той оси. Опа. Так. Вот. Ну, когда в размере будет девяносто. Вот. Все. Это будет у нас какая, а это будет у нас белая. зеленая. А это тогда пусть будет синяя. Так. Так. Вот эту штуку мы... Так. По каким осям ее еще отключить можно? Значит так. А ну-ка. Н панель. Смотрим. Итем. Смотрим. Смотрим. Ротация. Ctrl Z. По Y. Отвергаем. По Z. Все. Ctrl Z. Оставляем Z. Остальные оси отключаем. Так. Тут тоже по Z. Ctrl Z. Остальные оси отключаем. Тогда мы будем крутить. А ну-ка. R. А ну-ка. Еще в таком положении. R. Так. Ctrl Z. Ctrl Z. Какие нужны будут оси? Потом можно будет включить. Так. Вот эта ось. Смотрим. Ротация. Ctrl Z. Так. Ну-ка. Эти оставим. X. Тоже. Короче. Все по Z. Оставляем. Давайте. Проверим. Если тут тоже Z. Оставим. А ну-ка. Под углом я ее буду крутить. Так. Ну. В принципе. Такая же хрень является. Ладно. Alt. R. Нормально. Так. Так. Закрываем теперь вот эту штуку. Чтобы сумка была у нас закрыта. А ну-ка. R. R. Смотрим. Чтобы все тут зацепилось. Так. А вот здесь вот с ручкой теперь. А ну-ка. А ну-ка. Так. А ручка теперь может только Z. Закрываем. Вот это вот плоховато. Угу. Тогда только вот эти кости перекручивать или поменять. Значит. Так. Вот эту косточку можно. А ну-ка. Отключим ей вертушки. Вот. Косточкой одной докручиваем. Закрываем. Замыкаем. Все пойдет. Так. Нужно ж ей теперь форму какую-то еще добавить. Так. А ну-ка. Давайте зайдем в Object Mode. Выберем нашу сумку. Сделаем ей Shader Smooth. Зайдем в Skull Mode. И чтобы у нас сумка оставила. Ну вот была изначальной. Мы добавим шипкеи. И на шипкеях мы ее сейчас с помощью тянучки поменяем. Так. F кисточку побольше. Надо не зацепить какие-то ненужные нам детали. Сумка надутая должна быть. Она вроде полная. Так. И здесь вот эти вот можно. Коворотки еще. Так. Они поменьше должны быть. Как бы наверное. Так. И вот эту часть. Вот. Оп. вот эти вот хорошо бы. Опа. Оттянуть. А эти. Как бы соединить, да? Сумку. И эту можно там закрыть. Так. Эту на складку. Так. Ну это вот уже в процессе анимации можно эту сумку тут гнуть, вертеть, как уже душе угодно. Так. А ну-ка что тут у нас тоже. но они в принципе сумки такие были наверно гнутые по-разному так что где-то здесь больше можно мять где-то поменьше гнить и вертить ее как хотите да так это значит пропишем изначальную форму так object not и давайте теперь к анимации эту сумку подставим выбираем rig заходим по смотр выбираем нашу врус кость стройка на нам поди g подставляем к нашему персонажу так же тут наверное рукой надо будет еще поработать руку зажать сейчас посмотрим так и нужно вот эту косточку вот эту косточку привязать к этой кости ctrl пи бон ctrl z ctrl пи а ну-ка это если object не хочет он ее брать гаденок так а если мы ее выйдет мод примером не будет ли конечить рука edit мод и вот эта кость она должна привязаться к руке вот к этой на ctrl пи и пол сета ну-ка заходим в post мод о слава тебе нашла косточка и теперь нам нужно просто эту косточку а ну-ка джи на первом кадре мы подставим а там уже можно вертись крутить ее как хотите стройка на нам поди и джи смотрите как можно обыграть пропишем от и прописка на первом кадре потом мы это дело все выбираем пальцы вот эти и подгибаем так какой-то полет значит и т.к. подставляем мизинец а ну-ка джи на протяжку так это значит тоже поближе к этому как-то так то да так теперь джи поправляем немножко ручку чтоб нормально он держал и прописываем а и лок рот а ну-ка так и если мы теперь а ну-ка выберем наш вот эти пальцы подставим под какую-то анимацию то тогда а ну-ка можно удалить просто наверно все пальцы таки а ну-ка джи на пятом кисть руки доводится так ну здесь вот немножко нужно корректировки это уже здесь вот будет у нас вот это штука так единица на упаде а ну-ка и прописка прописка меняем и ну как положение на каких-то кадрах чтобы нога не зацеплялась да смотрим что тут так какие-то кадры можно удалить так а ну-ка это и так прописываем какие-то кадры а какие-то промежуточные можно удалять раз вот вена мотыляне вот это идет вот раз бой попер вот это он удаляем какие-то кадры кисти руки ну вот он идет врач лечить убогих да возможно сильно машет он сумкой ну ничего как руку пропишем чтобы мягкости побольше было и так с первого кадра ведь он назад уходит вот единственный косяк был когда он сумку к ноге вот сюда близко подставлял нормально идет как-то и все теперь ему нужно возможно чтоб не провалилась вот эта смотка сделать по прошлым роликам потом нужно ему добавить значит веки глаза по прошлому ролику опять же добавить зубы глаза не знаю может еще шляпу какую-нибудь какая у них там цилиндр возможно вот цилиндр ему наверно пойдет такое и очки еще добавим очки и будет значит нормальный врач на дикий запад а вот такой вот результат все теперь значит на ускоренном как он делался если кому-то интересно посмотрите а если нет то все можно значит выключаться все всем пока до свидания а 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok